Опыт работы административным директором 15 лет. Слушаю Михаила и вот сижу задумалась, для чего вообще клининговая компания с такой массой, с такой кучей проблем. Вот честно, записала даже себе, вот сижу, зарплату уборщиц, управленческие расходы, накладные расходы, инновации в клининге, удорожание метро, ответственность с миграционной службой. Вот не понимаю. Расскажу немножко о своем опыте работы. Отвечу на вопрос. Когда происходит в компании тендер, компания готова идти на все. Вот сидят 10 человек и говорят, Оксана, мы вот тут упадем, мы вот тут упадем, возьмите только, пожалуйста, нас. Компания заходит в организацию, компания выигрывает тендер. И начинается. Месяц проработали, два проработали. Вот здесь мы увеличиваем, вот здесь мы увеличиваем. То есть мы с вами с первого дня обсуждаем предложение к договору. Какие виды работ будут производиться за определенное количество денег. Да? Месяц проходит, два проходит. Мы вот это тут не учли, мы вот это здесь не учли. Значит, инфляция, давайте поднимать договор. Вот сколько работаю, столько с этим сталкиваюсь. То есть тендер выиграли, вошли, все. Руки опустились у руководителей. Никакого на объекте нет контроля. Не приезжает, никто ничего не контролирует. Оказывается, это я должна контролировать клининговую компанию. Мне говорят. Либо приезжают, меняют персонал. То просили славянской внешности, приезжают не славянской внешности. Плохо говорят по-русски. Не понимают, что я им говорю. То есть я со стороны своих сотрудников выслушиваю, с утра, приходя на работу, как бы все претензии по уборке. Звоню в клининговую компанию. Мне говорят, понятия уборки у всех разные. Вот сколько работают, столько у меня вот клининговым компаниям, как будто какая-то антипатия. Вот честно. Чувствуется. Ну, так же, как у клининговой компании, как бы нет любви к административным директорам. Татьяна Маслевна, Пепсика. Да, добрый день. Я представляю компанию Пепсика. Огромная компания в России. 25 тысяч сотрудников. Поэтому всяко-разно передала, испытала. И до этого ты уже работал в крупных зарплатных компаниях. Поэтому опыт достаточно большой. Я считаю, что... Может быть, нажать? Нет, его съесть. Компания крупная, международная, поэтому очень следит за соблюдением всяких разных наших российских законов, восстановлений. И не собирается, не хочет нести риски вот такие законодательные. Поэтому нас всегда интересует, как платят налоги наши поставщики. Платят ли их. И насколько компании белые, так сказать. Насколько белую зарплату выплачивают своим сотрудникам. И вообще, сколько платят своим сотрудникам. Нас это тоже интересует. Потому что мы прекрасно понимаем, что за 7 тысяч рублей в месяц нам убирать... Ну, даже это нельзя назвать уборкой, наверное. Да? То, что будут там при таджике вместе веником. И это нас тоже не привлекает совершенно. Поэтому, когда мы устраиваем тендер и обсуждаем условия, на которых компании будут работать, мы предпочитаем, чтобы и зарплата выплачивалась персоналу соответствующая. Но то, что говорил Михаил, 35 тысяч чистыми, извините, у нас ресопшанист с высшим образованием и сознанием языка получает 35 грязными. И ничего себе, нормально работает. За 35 чистыми, ну, не знаю. Наверное, да. Это... Это... Тогда... Тогда должны быть, наверное, какие-то, ну, регламенты, там. Ноги от полутора метров, внешность модельная, и сознанием трех языков, чтобы мыло унитазы. Надо как-то, да, ну, соответствующий. У нас неправда, Михаил говорит, что совершенно не волнует, как и что. Вот я поначала с этого. Волнует. Кроме того, говоря о технологиях, да, вы совершенно правы. Я не знаю, если за последние 15 лет там что-то драстикали такое новое, но 15 лет назад я была сама в Финляндии, видела, просто показывали, как один человек за два часа убирает тысячу квадратных метров очень качественно, имея, ну, ничего особенного на самом деле, имея просто тележку, в которой вот набор для такой уборки, который предусматривает там микрофибросалфеточки, смоченные специальным, сбрызнутые специальным раствором. Все химические средства профессиональные, достаточно там капли на ведро, и этого ведра, я не знаю, на здании 22 этажа. То есть это небольшие затраты. Просто технологии нужно обучать персонал вот этим технологиям. Когда она одной рукой вынимает пакет мусорный из корзинки, другой рукой она одновременно этой салфеткой протирает стол, ее бросает в грязное там, в грязное белье, да, для следующего стола белье, берет следующую чистую салфетку, что приготовлено заранее. Ничего там с ног сшибательного и какой-то золотой этой тележки нет, она есть, просто она удобная, там все продумано и предусмотрено. Вообще об обучении персонала хочется сказать особо, потому что никогда в жизни не видела, чтобы в уборочной компании проводили какие-то обучающие там, я не знаю что, занятия для своего персонала. Во-первых, трудно себе представить, как они это будут делать, потому что действительно большинство, 88% говорит мне на русском языке, и русский плохо понимает. А во-вторых, ну просто когда люди работают постоянно, когда их обучать? И некогда, особенно если берут новые объекты, если мы расширяем географию, ну вот у нас в крупной компании, географию уборки для одного и того же поставщика, то им не хватает этого персонала, уже берут всех подряд, лишь бы вот заполнить эту нишу. И это действительно, ну, такой минус довольно-таки ощутимый, потому что, как нас не отучали от этой мысли, но тем не менее кадры решают все. И от того конкретно, как человек относится к своим обязанностям, зависит, как у нас будет выглядеть офис. Поэтому для нас, для административных директоров, это очень важно. И то, с чего хотела как-то начать, а вот так все перевернулось наоборот, эти категории... Классность. Классность, классность офисов АБЦ. Ну да, да, понимаем, что такое классность, и бизнес-центры, вот там есть, я не знаю, там лифт, экскалатор, там или что-то, вот это одна классность, другая этажка, гостиница, все понятно. Но я не понимаю, при чем тут уборка? Это что значит? Класс Б нужно чуть погрязнее убирать, а класс С, значит, вообще по углам можно пыль оставлять, так что ли? Я не понимаю, как это вообще может относиться к уборке. Уборка всегда организуется вот нами совместно с поставщиком, оговаривается каждый пункт, что мы трем, что мы моем, и как часто, и на какой высоте, и какими материалами, и какими химическими там препаратами и средствами. И за это мы платим. Это что значит? Если в офисе класса В мы захотим уборку, вот как по вашей градации класса А, а вы нам ее не предоставите за наши деньги, что ли? Вы скажете, нет, у вас офисе класса В, мы тут вот это не будем делать. Я могу ответить сейчас или попозже. Да, или за МКАДом, если мы будем, или как. Ну вот поэтому, вы меня простите, дайте я договорю, а то я забуду все. Поэтому мне кажется, что вот это вот, ну, не хочется нехорошими словами называть. Ну, в общем, это немножко неадекватно на взгляд, и не только мой, вот мы с коллегами тут тоже пошептаться успели на эту тему. Значит, классность. Да, и когда мы заключаем договор с поставщиком уборочных услуг, таким образом мы обсуждаем, независимо от классности. У меня офисы крошечные, там, я не знаю, 300 метров где-нибудь в Краснодаре, да, например. И там тоже мы хотим хорошую уборку. Там класса вообще никакого нет. Ни Ц, ни Д, ни Е. Там вообще никакого класса нет. Но мы тоже не хотим, чтобы у нас была по коридору на линолеуме протоптана дорожка, там, где ходят, а углы, заезжая на стены, были черные. Мы тоже не хотим. Поэтому мы сейчас-то и там нанимаем компании, и тетю Маню со швабрами выгоняем, нанимаем компании, которые будут нести ответственность за то, что они делают. Да, мы готовы платить больше. Потому что, конечно, тетя Маня, мы платим там 5 тысяч, а компания берет 35. Да, мы готовы. Но мы и требовать готовы. И хотим, чтобы компания несла ответственность, переделывала, делала генеральную уборку. Также нам, то есть вот это все в рамках договора, да. Мы оговариваем, сколько квадратных метров, сколько там, не знаю, посадочных мест, подоконник, зеркал и так далее, стеклянных стен. Но есть случаи, есть компании, нам это очень приятно, которые сверх того стараются. Но это, ребята, это зависит исключительно от менеджерного объекта. Это как повезет. Вот если есть менеджерный объект, который сам внутренне, по-человечески ответственно подходит к тому, что вот у меня чисто должно быть, вот это, ну, если хотите, дело чести, да. Вот у меня должно быть чисто. Вы как вот тут, не знаю, что там, вы договорились, а я буду так. У него чисто. И, к сожалению, бывают менеджеры на объекте, если они бывают, это просто вот такая же, извините за выражение бабища, которая там вчера улицу мела, сегодня без всякого понятия о том, как это должно быть. Более того, с неким раздражением, что, ах, вы тут вот в паре, господа, привет, да, вот так-то, я вам сейчас покажу. Приходит и начинает командовать безропотными вот этими существами из нашего бывшего из отечественников. Но это совсем никуда не годится. И, к сожалению, еще во многих местах менеджер на объекте есть, потому что офисы недостаточно большие, мы их не можем себе позволить. Ну вот, такие проблемы. Почему я еще не сказала? Еще что хочется сказать? Если можно, я отвечу.